ДИСКЛЕЙМЕР Очень-очень-очень долгая была пауза, самая долительная, так подозреваю, в истории канала, ему уже 7 лет, напоминаю. Ощутил на себе, так сказать, все прелести нашей медицины пандемийной эпохи, а вот сейчас с понедельника на работу вышел, еще и вляпался в скандал в один не очень приятный, так что было мне совсем не до Ютуба, увы и ах. Ну а помимо меня пропал товарищ Мододел, я с ним связался буквально через день, наверное, после съемки предыдущей серии, а это уже в сентябре, господи, не помню какого даже числа было, и он мне до сих пор не ответил, тоже что-то с ним такое. Может почитал ваши комментарии, они довольно противоречивые, и сгорел со стыда, решил все это дело бросить, больше не развивать и может быть даже не публиковать. Да, потому что мнения разделились, кто-то даже полностью с контентом не ознакомившись наделал преждевременных выводов, очень много неправильных причем. Другие, в свою очередь, наоборот, оценили и, в принципе, сказали, что будем ждать новых серий, а они задержались. Ну ничего, доснимаем, единственное, только паузы, возможно, будут где-то недельные, из-за того, что сейчас я упомянул, что неприятности у меня определенные. Вот, поэтому немножко мне еще пока не до съемочек, но хотя бы чуть-чуть, потихонечку, курочка по зернышку склюет и видос смонтирует. Вот, такая вот, по такой вот схеме будем серии публиковать. Ну и до выхода нового DLC, вот анонсировали DLC на хойку, я думаю, мы эту катку закончим. Сегодня будет бутологическая серия, посмотрел я, что вообще тут надобавлялось. Тут очень много ивентов, очень много, очень, очень, очень. И еще интересная вещь, что вот этот вот аутизм сферический, вакуумный, который сейчас будет твориться в этой серии, он будет длиться 5 лет. 5, елки-палки, лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. То есть фокусы, вот эти все они мирные, никаких воевашек в это время не будет. В это время будет только аутизм. Ну и также подкачка решений, производство всякое разное там и так далее. Это, конечно, да. Ну и, к слову, по бонусам... Очень даже неплохо. Очень даже неплохие бонусы тут раздают. Ну, понятное дело, тут еще и дебафы будут. Нужно как-то это уравновесить, чтобы баланс был. Поэтому тут и бафы на атаку приличнейшие, и при этом с людьми штрафы громеннейшие такие же будут у нас присутствовать. В общем, как-то вот так. Ну, дальнейшие фокусы мы смотреть пока не будем, потому что они явно не в этой серии случатся. Что ж, поехали потихонечку подкачивать коронацию Алексея Второго и смотреть, читать. Ну, так же производить потихоньку. И первой из череды ивентиков, гигантской череды ивентиков, коронация Алексея Второго. Бывшая резиденция посадника Таборицкого в Екатеринбурге этим утром стала местом восстановления исторической справедливости. Именно там началась церемония коронации Алексея Второго. Хоть сам виновник торжества поначалу и был, против нее ссылалось на то, что перед этим нужно было уничтожить последнего претендента на престол. Уговоры советников и генералов все-таки заставили его передумать. Церемония заняла три часа. Все это время она транслировалась по всем подконтрольным империям регионам. Закончив принимать присяги и надев на голову старинную реликвию своего дома, романовскую корону, Алексей покинул резиденцию и отправился на Центральную площадь, чтобы сделать свое первое всероссийское обращение в качестве законного царя, а не претендента. Граждане Российской империи, более полувека я этого ждал, и вот, наконец, сие замечательное событие настало. Отныне я, Алексей Николаевич Романов, являюсь императором всероссийским, вашим государем. Уверяю вас, что с моим воцарением период смуты окончательно пройден. И теперь мы вступаем в новую эпоху. Отныне первостепенной задачи для всех и каждого. От меня, вашего царя, до самого скромного крестьянина. Стоит безукоризненное следование национальной идеи, коей провозглашается реваншизм. Все мы будем работать над восстановлением нашего отечества, от последствий 20-летней междоусобицы. Затем Российская империя окончательно воспринята то сна и сможет начать масштабную кампанию по возвращению утраченных территорий. Всех без исключения, от Варшавы до Якутата, от Мурманска до Самариканда. Но, опять же, для этого всем нам необходимо полностью отдать себя ради оздоровления государства. Я займусь госреформами, которые поспособствуют этому. Вам же предстоит продолжать заниматься своими делами, но с большей страстью, большим энтузиазмом. Не сбавляйте оборотов, ибо совершенству никогда не будет предела. Сим победиши. За это лайк. По толпе прокатился рев одобрения, но, несмотря на это, в сердцах подданных Алексея Второго все еще троилось сомнение. Будет ли энтузиазм простого русского человека действительно исходить от него самого? Или же он будет закладываться под долом автомата, как в регенские времена? Чтобы узнать это, народу нужно было получше узнать своего царя. А пока русские просто следовали стадному инстинкту, скрывая свой скептицизм одобрительными выкриками. Да здравствует император, получаем стабильность немножко. Ну да, она в полной заднице и так. Находится из-за всяких разных законов. Но мы ее выправим, там решений будет много на этот счет. Прощание с князем Оваловым Буквально на следующий день после коронации Алексея Второго атмосфера праздника в Екатеринбурге резко угасла, сменившись траурным настроением. Виной тому стала крончина одного из самых влиятельных сподвижников царя, князя Павла Рафаиловича Бермонта Овалова. Вот он, кстати, в армии у нас сидит. Участник русско-японской, второй отечественной и первой гражданской войн, князь познакомился с будущим императором в Омске в 1950-х годах. Когда в Западной России установился режим Таборицкого, Овалов отправился в регенство. Он пользовался большим уважением регента за свои дореволюционные деяния и получил дворянский титул. Именно Овалов помог Алексею бежать из Омска и поселиться в Ипатьевском доме. Несмотря на преклонный возраст, князь до конца жизни оставался в трезвом уме. В смуту он стал одним из трех генералиссимусов империи и занимался планированием операции с участием кавалерии. Через несколько дней после казни трех самозванцев Овалов тяжело заболел и с той поры был прикован к постели. В первую ночь после коронации Алексея он скончался. Похороны князя состоялись в столичном Екатеринбурге. Через три дня после смерти на них присутствовал император Алексей II, в слезах попрощавшийся с князем следующими словами. «Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, Павел Рафаилович». Вот так вот. И по понятным причинам он пропал из командования. Да. Овалову было что-то вроде 96 лет или как-то так. «Серьезная проблема. Кирилл Владимирович, вам слово. Каково текущее состояние нашей армии?» Поинтересовался Алексею полноватого мужчины, сидевшего по левую сторону от него. Дело было на встрече императора с советниками, первый в подобном формате. До Каппеля с докладами по своим сферам выступили Врангель и Геринг, которых Алексей внимательно выслушал, затем похвалил за старание, не сделав ни одного замечания. Вот только Каппель не думал, что такое произойдет и с ним, ведь тема его донесения была сложной. И все же он поднялся со своего кресла и начал докладывать. «Ваше благородие, чего уж греха таить, все гораздо хуже, чем мы предполагали. Из-за трех гражданских войн, а также регентских репрессий, мы недосчитываемся приблизительно 90% от военнообязанного населения. Имеющихся женских батальонов недостаточно для того, чтобы восполнить и четверти этой утраты». Каппель остановился, чтобы посмотреть на реакцию своего государя. Как оказалось, тот не искривился в выражении абсолютной злобы, как мог бы сделать богопротивный регент. Лицо Алексея оставалось невозмутимым даже после таких неутешительных известий. Кивком он дал понять Каппелю, что ждет продолжения доклада. Генерал продолжил. По подсчетам экспертной комиссии на восполнение такого числа призывников нам понадобится от 15 до 20 лет при условии положительного коэффициента рождаемости, а также отсутствие засух и стихийных бедствий. На основании этого была выведена рекомендация сохранить обязательную службу взрослого трудоспособного населения в мирное время, а также причислить к потенциальным резервистам под военное время детей от 7 лет, инвалидов и пожилых людей от 65 лет. Эту меру можно будет отменить в случае присоединения Средней Азии, Кавказа и Московии. Их людских резервов будет достаточно для восполнения наших. А до сего момента нам придется выходить из положения уже упомянутыми методами. На этом мой доклад окончен. Каппель сел в свое кресло и посмотрел на Алексея. Тот не издал ни звука, скрестив ладони и придвинув к ним лоб. После минутного молчания император наконец откинулся на спинку кресла и обратился к нему. Серьезные проблемы требуют серьезных решений. Ваша комиссия отлично оценила ситуацию, Кирилл Владимирович. Посему даю вам добро на исполнение составленной рекомендации. Можете начинать уже с завтрашнего дня. Слушаюсь ваше благородие. И получаем... Демографическую катастрофу. Вот что мы получаем. Ага, да. Получили дем... Слышь, мышь. Не привыкла собака. Потому что я тут снова кино снимаю. Получили в общем-то демографическую катастрофу. Так что в скором времени у нас будет явно не 1.82 ляма. А гораздо-гораздо меньше народу. А вот и прилетел ответ на вопрос... Чуешь, это Алексей взял и дожил до таких преклонных лет, хотя у него там болячки были всякие разные. Тайные знания. Немножко мистицизма. Мария поднялась на второй этаж ипотевского дома в поисках императора. Сегодня он не приезжал в свою резиденцию, поэтому ей пришлось посетить его старое убежище. Встретившая Марию личная горничная царя сказала, что он находится на втором этаже. Поэтому ей пришлось подняться. Дверь слева от лестницы оказалась открытой и Мария шагнула в комнату. Там она увидела спину своего государя, стоявшего перед столом, на котором были разложены необычные травы. Ваше Величество, доброго вам здравия! Начала Мария, заметив, что Алексей никак не среагировал на ее вторжение. Я прибыла к вам, чтобы уточнить кое-что. Действительно ли нам так необходимо резервы указанных вами растений и грибов? И вообще, зачем они нужны в императорском хранилище? Алексей, услышав свою советницу, наконец повернулся к ней, держа в руках небольшой нож. Легко улыбнувшись, он обратился к ней в ответ. Добрый день, Мария Габрииловна! Позвольте мне задать вам один вопрос. Знаете ли вы что-нибудь о моем недуге? Нет, ваше благородие, честно сказала Мария. Неужели вы чем-то больны? Что и ожидалось услышать от несведущей молодежи. Тихо ответил Алексей своей советнице, после чего посмотрел на левую руку и добавил. Я полностью доверяю вашему отцу и считаю, что вам тоже можно довериться. Так что покажу на примере, благо с последнего приема прошло много времени. С этими словами он занес нож над левой ладонью и полоснул ее лезвием. Остолбеневшая Мария смотрела на нее с ужасом. Она продолжала кровоточить, даже после того, как ее государь взял стоявшую на полке сбоку бутылку водки и с ее помощью попытался обработать рану. Что это? Как такое возможно? Спросила Мария в глазах, которой все еще читался неописуемый ужас. Подраг от прабабки? Гемофилией зовется? Раздался ответ Алексея. Ох и намучился же я с ней в детстве. Тогда мне мог помочь только дядя Гриша, благодаря знаниям, приобретенным во время странничества. А когда я сам стал странником, Алексей взял с полки бинт, положил в него нарезанные травы, а затем приложил его к ране и быстро начал перевязку. То смог приобрести тайные знания, которые помогли мне не только облегчить течение этой хвори, но и существенно продлить свою жизнь. Так что не волнуйтесь о моей ране, она скоро затянется. Алексей широко улыбнулся Марии и добавил. И извините за столь жестокий пример, обычно я завариваю чай из этих трав, но он действует не так быстро. Зато после него эта зараза меня очень долго не беспокоит. Надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. И я все поняла, ответила немного успокоившаяся Мария. Попрощавшись с государем, она отправилась к выходу. Запасы семи трав и мухоморов обязательно должны быть в хранилище. Вот такие вот травки чудодейственные. Да, кстати, я ведь у автора еще с самого начала спрашивал, когда только-только этот сап был выкачан, действительно ли трушный Алексей. И ответ положительный, но тут будет много-много-много запуток. Чтобы игроки все-таки думали, что это не так. Чтобы они думали, что это не Алексей Второй, а лыжи Алексей очередной. А именно тот крестьянский мальчик. Тот самый крестьянский мальчик, которого вот этот Алексей упоминал на военном совете. Но опять же, повторюсь, по словам автора сапмода, все-таки Алексей этот настоящий. Обновленная линия наследования. «Отец, зачем нам так наряжаться?» В недоумении спросил Анатолий, указав на чудные одеяния, которые только что принесли горничные. Это были два парадных мундира, сшитых точно им по размеру. К ним также прилагались голубые ленты и несколько медалей. «Мы идем на важное мероприятие», – ответил своему наследнику Алексей. «Там все будут одеты подобным образом. А тебе, как будущему главе нашего дома, следует привыкать к таким одеждам». Через час наряженные Алексей и Анатолий стояли на сцене вместе с еще несколькими людьми в таких же одеяниях. Алексей взял микрофон, сделал три шага вперед и обратился к толпе. «Граждане Российской империи, сегодня я собрал вас здесь, чтобы сообщить об обновлении линии наследования русского престола». Оттуда официально вычеркнуты князья Михаил Андреевич и Никита Никитич, а также предатели из рода Кирилловичей, имевшие наглость действовать от церковского имени во времена Второй Гражданской войны. При этом в линию введены новые потенциальные наследники. Как все вы знаете, первым наследником русского престола является мой сын Анатолий. Сегодня он тоже почтил вас своим присутствием. После этих слов Алексей обернулся и дал знак мальчику, чтобы он улыбнулся и помахал толпе, а затем продолжил речь. Новые претенденты находятся сразу после него в обновленной линии. Чтобы избежать очередной смуты в будущем, я хочу представить их вам, русскому народу, прямо сейчас. Итак, недавним величайшим указом я даровал своему двоюродному брату, Георгию Михайловичу, право на вхождение в русский императорский дом на правах особого исключения. А принятая вслед за этим прагматическая санкция позволяет его дочери Ольге Марии занять следующее место в линии наследования. Они тоже присутствуют на мероприятии, поприветствуйте их. На старую очередь Георгия с дочерью расплыться в улыбке и помахать публике. Что же до более отдаленных претендентов, то я не могу не упомянуть великого князя Андрея Александровича и его второго сына Андрея. Они отреклись от связи с узоропатором Михаилом Андреевичем и, присоединившись к лорелистам в смуту, дроблесно сражались против самозванцев во имя дома Романовых. Кстати, вот они. Алексей указал на двух разодетых мужчин, и те неохотно начали махать толпе. Посему, русский народ, я искренне вам заявляю, что будущее династии в надежных руках. Так, подкачали фокус научный про открытие Рении, и параллельно еще один ивент. Выскочил на утро в отравленном лесу. Давай, наверное, начнем с утра в отравленном лесу, поскольку это сюжетный ивент, не связанный с фокусами, решениями и всем таким. А потом почитаем про Рении. Утро в отравленном лесу. Визит в деревушку Потарой. Алексей долго откладывал эту поездку из-за государственных дел, и, наконец-то, нашел время, чтобы посетить ее. Полвек назад они с Митей Козельским покинули эту деревушку и занялись страничеством. Как она изменилась за это время? Стала ли она более людной с той поры? Или же начала потихоньку увидать, как многие другие самобытные деревеньки? Ответы на эти вопросы Алексей и хотел узнать во время своего визита туда. Когда его предупредили, что путь будет прилегать через места, затронутые газовыми снарядами, он не обратил на это большого внимания. Деревушка должна была быть в порядке, думал император, ведь от чужерудного вмешательства ее хранил сам Господь Бог. Чем ближе к предполагаемому месту приближался царский кортеж, тем мрачнее становилось настроение Алексея. Пейзаж за окном создавал впечатление, что они ехали не в тихую и мирную деревню, а в саму обитель Каина. Каждая новая встречная на пути дерева казалась еще более безжизненным, чем предыдущая. Почва приобретала все более ядовитые оттенки, и даже в воздухе стала чувствоваться гниль. Остановившись, Алексею и его свите пришлось надеть противогазы. Временная мера, думал государь, в котором еще теплились проблески надежды. Остаток пути им пришлось пройти пешком. Когда сквозь отравленный лес стали виднеться очертания домов, к Алексею закралась тревога. Тихо. Подозрительно тихо. Пройдя сотню шагов, императору и его спутникам открылась вся ужасающая картина. Скелеты. Повсюду скелеты. Они встречали их и в лесу, но те принадлежали животным, а эти людям. Людям, умиравшим в агонии. Не только взрослым, но и совсем маленьким детям. Побродив еще немного по сгинувшей деревеньке, Алексей упал на колени. В приступе, захлестнувшей его ярости, он смог выдавить из себя только три слова. Кто это сделал? Алексей заставит виновных прочувствовать всю боль, которую испытали эти несчастные. Произведет какое-то событие. Но, видимо, не сразу. И открывается Риньи. Русский императорский научно-исследовательский институт, крупнейшее исследовательское учреждение империи, был торжественно открыт сегодняшним утром. Базирующиеся в столичном Екатеринбурге, в этом учреждении могут одновременно трудиться до 5000 сотрудников. Области исследований Риньи необычайно широки. Они охватывают любой раздел современной науки. Каждую отрасль курирует профессионалы своего дела. Благодаря усилиям барона Вангеля в империю вернулись величайшие умы. Что касается рядовых сотрудников, то среди них есть как молодые люди, прошедшие серьезную образовательную подготовку, так и самородки, самостоятельно освоившие какую-либо научную сферу. Первостепенная задача Риньи, поставленная непосредственно императором Алексеем Вторым, привести в порядок экологическую обстановку в империи. По подсчетам аналитической группы, на очищение окружающей среды естественным путем уйдет два десятка лет. Использование инноваций Риньи сможет сократить этот срок в 5-10 раз. Другим важным направлением Риньи станет повышение обороноспособности государства. Лучшие русские умы будут трудиться над созданием оружия, не уступающего по силе американским, японским и немецким ядерным боеголовкам. Знание сила. Получаем национальный дух соответствующий. Вот он, кстати. Ну, неплохой такой баф. А вот и справедливые возмездия. За то, что обстреляли деревушку Блистара, мы когда-то этот ивент читали. Даже по фотке можно понять, что тут жесть, поэтому лучше все-таки мне в этой ситуации промолчать. Кто хочет, кому интересно, тот почитать на стоп-кадре. Ну и главное, что 27 ответственных за это деяние получили по заслугам. После этого императора стали бояться уважать даже его убежденные противники. Проект Риньи и Добрыня. Первое. Перед началом работ над проектом рекомендуется изучить записи исследовательской группы СН Борицкого. Они помогут избежать ряда критических ошибок, в результате чего срок реализации проекта сократится приблизительно второе. Второе. Во время работы над проектом следовать всем указаниям куратора ГБ Кистяковского. Этот человек был одним из руководителей Манхэттенского проекта и знает все тонкости текущей разработки. Третье. Испытательным полигоном в рамках проекта был выбран Южный остров Новой Земли. Все радиоактивные отходы подлежат захоронению на Северном. Все работы над проектом одобрены лично ЕИВ Алексеем Вторым. Наших ученых ждет титаническая работа. Докачали научную веточку. Мы страшны как ядерный взрыв. Это по-моему отсылка на фразу ХВК из команды НКонки Ренегат. Испытание цели бомбы. Эти темные очки действительно необходимы надеть? Спросил Алексей Седовласова ученого, сидевшего рядом с ним. Без них никак, ваше благородие, поспешил ответить ученый. Вы же не хотите стать для нас новым Василием Вторым? Еще одна отсылка, на сей раз, к историческому персонажу, который был слепым. Алексей понял, к чему клонил ученый и надел очки. Через несколько мгновений по бункеру раздалась тревога о готовящемся запуске атомной бомбы, разработанной в рамках проекта Добрыня. Царь бомбы, как назвали его серийный образец, должна была снести с лица новой земли наспех возведенный городок из железного хлама. Ядерный взрыв будет через три, два, один, ноль, возвещал голос в бункере. Сразу после окончания отчета окружение начало трясти. Алексей ухватился за привинченный к потолку поручень и устремил свой взгляд за защитное стекло. Там можно было отчетливо разглядеть ядерный гриб, обротивший в пыль мусорный городок. Алексей ощутил пролив радости. Теперь его империя имеет в своем распоряжении достаточно мощное оружие, чтобы успешно противостоять Трем-мировым колоссам. Как только дрожь прекратилась, он отпустил поручень и начал принимать поздравления окружавших его военных и ученых с этим великим достижением. Блестящая работа, однако. Правда, в описании не написали, что у нас случилось, но, наверное, что-то случилось. Да? Да или да? Да. У нас появилась целая одна боеголовка. Может, потом еще появится со временем. И очистка почвы приносит свои плоды. Долгие месяцы лучшие умы Рении трудились над разрешением тяжелой экологической ситуации в России. Наконец-то они достигли ощутимого прогресса в этих начинаниях. Инновационные системы очистки почвы, разработанные Рении, были успешно опробованы в Омской губернии. Результаты их использования превзошли самые смелые ожидания. Всего за несколько недель уровень загрязнения упал на 38%. Этот успех не остался без внимания императора Алексея Второго, который тотчас подписал высочайший указ о внедрении системы очистки почвы во все загрязненные губернии. По оценке комиссии по противодействию чрезвычайным ситуациям, экологический вопрос окончательно перестанет беспокоить Россию уже через полгода. Чудесно! Начинаем реализацию Всероссийского инфраструктурного проекта. Сегодня в Петропавловске-Камчатском было, да, но начало для реализации проекта. Его главная задача создать дорожную артерию Всероссийского масштаба. Планируемая дорога будет брать свое начало на Дальнем Востоке, в Петропавловске-Камчатском, заканчиваться на северо-западе, в Онеге. На строительство столь крупной автомагистрали была выделена четверть годового бюджета империи. Для сокращения сроков строительства к проекту привлекаются не только профессиональные дорожники, но и заключенные, сосланные императором в Сибири на Дальний Восток. По самым оптимистичным прогнозам строительство будет закончено приблизительно через полтора года. Цель оправдает средства. Ну и да, на 500 деньков еще получаем бонус. Качнули военные дела. Все, теперь можно переходить, собственно, к законам, да, к обсуждению закончиков. Во, и законы вкачали. Вот что появилось. Почти число дьявола у нас по ПП. Несколько новых законов. И один из них, он зависел от подкачки военных дел. Надо было военные дела подкачать. Это, по-моему... По-моему, по-моему, по-моему... Да, вот он. Расширение полномочий казачества. Но стоит заметить, что законы достаточно дорогие. И надо выбирать с умом. Тем не менее, бонусы, в принципе, все эти законы, какие-никакие, дают. Приятные достаточно бонусы. И даже один ивент будет. Дебаты тоже будут долгие, по 70 дней. Ну, тут все абсолютно логично. Не сразу же мы тут взяли, победили в гражданке и пойдем всем мордой бить, да? Надо восстановиться. Надо поразвиваться. Единственное только, что я заметил, у нас симулятор госдолга настоящий получается. Потому что ВВП вообще ни от чего не растет. Видимо, автор просто не проработал эту вещь. Ладно, принимаем законы. Примем... Ну, по порядку, да? Давай принимать. Господи, шо тут Бузова в кандалах делает? А... Тут у нас сексуальный рассказ какой-то. Ладно, давайте, наверное, я его пропущу, чтобы Ютюб сильно не баламутить. Так или иначе, сия блудница позорит империю, мы получаем национальный дух культура нравственности. Ну, кстати, полезная вещь не помешала бы и нашей современности. Понимаете, от резвости законы слово пропустили в локе, но не страшно. Сухой закон даст большую стабу. Хотя, на мой субъективный взгляд, скорее всего, сначала была бы дет-стаба. Но можно посмотреть, кстати, по описанию. Может, в описании что-то интересная тут. Нравственность вот такая. С описаниями, а сухой закон вот такой. Ну да, вон, граждане ожидаемого строительства с негодованием. Беспорядков удалось избежать только усилиями Всероссийского общества трезвости, организовавшего качественную пропаганду. Ну, тогда хорошо. Чё ещё? Запретим табакок курение. Бонусы на производство и строительство, это хорошо. Это классно. Никто, видимо, на перекуры не бегает. Казаков на улице пустим. И можно ещё две вещи подкачать. Ну, давай, высшие меры наказания. Еженедельные людские рейсы минус 20. Ну, у нас ежемесячный прирост в регионах 190 призывников. Будет 110, получается. Ну, ясно, не страшно. Можно справедливые наказания сделать. И проведём декоммунизацию. Это, видимо, из-за того, что Галеневский же у нас был. Типа левачок. По его директивам последним можно было догадаться, что он какие-то левые вещи начал насаждать. И смотрим. Давай из табака посмотрим. Продуктивность работы по всему. Ну, да, ожидаемо. Казаки на улицах. Это у нас... Статус народной полиции. Бонус к порядку. Справедливо наказание. Ну, это вот как та вещь, которую мы с вами видели по поводу деревушки. Когда ивент произошёл. Вероятно, за самые тяжкие преступления теперь будут наказывать очень жёстко. Ну, и декоммунизация. Ну, та, да. Тут ожидаемо тот Галеневский, который под градусом присвоил ряду улиц, имена деятелей режимов Бухарина с Ягодой. Новая образовательная система. С момент крушения бухаринского режима русская образовательная система не раз претерпевала изменения. В эпоху враждующих клик образование в каждом регионе и вовсе было различным по своему устройству. При табурете единая образовательная система стала напоминать дореволюционную. Пришедший вслед за ним Галеневский пробовал во главе государства слишком мало, чтобы провести её коренные изменения. Алексей II сделал решение образовательного вопроса одной из своих приоритетных задач. Большинство советников сошлось на мнении, что дореволюционная образовательная система морально устарела и в империи необходимо ввести как минимум обязательное полное школьное образование. Советник-экономист Геринг предложил пойти гораздо дальше и внедрить обязательное высшее образование. Это поможет добиться существенного прогресса в научных исследованиях, однако также взвинтит уровень сознательности населения, из-за чего в обществе начнут витать опасные идеи. Так или иначе, окончательное решение остаётся за Алексеем II своим высочайшим указом. Он вставляет всё как есть, вводит обязательно полное школьное образование. Оооо, две ячейки. Вводит полное, обязательно высшее, точнее, образование. Будет стабильность минус пять, национальный дух. Ну, в принципе, фиг с ним, с этой стабильностью минус пять. Две ячейки, это то, что надо. А, я чуть не забыл, я вкачал ещё один национальный дух, даже два, да. Первый, сознательность населения, это мы сейчас получили с ивента. А второй, капитализм процветает. И это было по решению, последнему, на котором у меня не хватило ПП. И маленький вентик, ядерный арсенал. Спустя год после нашего первого ядерного испытания Российская империя преуспела в производстве атомного оружия. Теперь в её распоряжении находятся не одна и не десять, а более сотни ядерных боеголовок. Их число растёт с каждой неделей и так будет продолжаться вплоть до выполнения царского плана в одну тысячу единиц. Наличие столь обширных ядерных боезапасов фактически гарантирует нашу безопасность от неприятельских военных вторжений и развязывает руки для проведения своих собственных военных кампаний. Великолепно! Индустриальные вопросы. С учетом готовящихся реванширских завоеваний, решение индустриальных вопросов стоит особенно остро. Они включают в себя как уровень производственных мощностей, так и требуемую квалификацию рабочих. Не стоит забывать о обеспечении безопасности производства. В настоящее время мы можем уделить особое внимание только одному из этих факторов, поскольку средства русской короны ограничены. На полное решение индустриального вопроса потребуется долительное время, поэтому императору с умом нужно выбрать приоритетное направление. Качество оборудования, квалификация рабочих или контроль за безопасностью производства. Хм, эффективность производства упадет, зато население будет расти, что было бы в принципе неплохо в качестве небольшого бонуса. Для толчка нашего по мэнпауэру, сейчас же в полной заднице сидим. Ну давай, ладно, усилим контроль за безопасностью производства. Проблема нищеты. Да, довольно актуальная вещь в данной реальности. Потрясения последних 20 лет не только увеличили число бедных жителей России в десятки раз, но и в принципе изменили понятие бедности. Если раньше бедняками считались люди с низким доходом, то сейчас ими являются те, у кого нет даже самого необходимого для существования. Для того, чтобы выжить, таким людям пришлось пройти настоящий ад и заднять в день терапия недостатки еды и воды, а также появившиеся вследствие этого болезни. Реформы самозванца Галиневского смогли немного облегчить страдания нищих, но случившаяся за этим смута свела на нет все его старания. Императору Алексею II предоставили два способа решения сложившейся проблемы. Вариант, предложенный главным советником Бойко, подразумевает стимулирование урбанизации путем создания новых рабочих мест и увеличения заработной платы. Таким образом империя не только избавится от нищеты, но и сможет окончательно перейти из аграрного строя в индустриальный. Предложение советника-экономиста Геринга напротив ставит сельское хозяйство на первое место. По его словам, увеличение сельхоз мощностей не только избавит русских от голода, но и поможет поднять денег с экспорта, а они, в свою очередь, станут основой для базового основного дохода каждого жителя империи. Оба предложения имеют свои достоинства и недостатки, и императору придется остановиться на одном из них. Итак, план Бойко нам даст хороший мрот, план Геринга выдаст нам безусловный базовый доход. Ну давай возьмем план Геринга. Тут, кстати, еще и решение появилось новое. Закон о национализации природных богатств. Давай его примем. Ммм, дополнительный доход еще и у русских граждан появится, не только у нашей казны. Судьбой меньшинств. События двух последних десятилетий затронули и меньшинства, в то время как одни пытались построить свои собственные национальные государства, другие просто пытались выжить в постоянно изменяющейся обстановке. В настоящее время их воинственность сошла на нет, а сами они подлежат сегрегации. Реваншисты желают, чтобы император Алексей II издал указ о принудительной ассимиляции меньшинств, ибо, по их мнению, не должно быть на русской земле ни одного другого народа, кроме собственно русского. Процесс займет длительное время, но однозначно окупит себя, дав русскому этносу стабильность и процветание в будущем. С другой стороны, можно оставить все как есть, что имеет свои плюсы. Расширение прав меньшинств даже не обсуждается, потому как последующая реакция реваншистов предсказуемо дестабилизирует государство. Итак, оставим их в покое или издадим указ об ассимиляции. Пролистал я недавно комменты к последней серии, которая вышла аж в конце сентября, и там просили все-таки отыграть, если есть такая возможность, роль жесткого дядьки, который все-таки будет такие соломоновые решения принимать. Так что, давай издадим указ об ассимиляции. Ух, какой вентик, здоровенный. Ну шо ж, хоть ютюбу это дело, наверное, не понравится, потому что я сомневаюсь, что тут какие-то оды этому движению поют в ивенте. Я все-таки думаю его для вас прочитать, не цензурить, просто в качестве комплимента за вашу господа лояльность. Многие действительно ждали искренне возвращения Тру Алексея на канал, вообще возвращения канала к жизни. Пока у меня были определенные проблемы. Поэтому в качестве своей благодарности вам зачитаю его без цензуры. По-любому тут что-то прикольное есть, и не шибко жесткое. Ладно, там мужика на сашиме резали в каком-то ивенте на картинке, это было видно. А тут все-таки явно помягче вещи, может быть даже действительно что-то забавное есть. Проблемы заднего привода. Сегодняшняя встреча императора с советниками отличалась от всех предыдущих. Даже Мария, обычно открывавшая эти встречи в приподнятом настроении, сейчас была в мрачном расположении духа, что удивило Алексея. Он догадывался, что дело было в обсуждении сегодняшнего вопроса. В кабинете висела гробовая тишина. Никто не хотел посвящать императора в курс дела. В конце концов, молчание пришлось нарушить самому царю. Что с вами, мои любезные советники? Почему никто не хочет начинать это собрание? Неужто жалоба, посланная нам Томской интеллигенцией, породила какую-то неразрешимую проблему? Еще минуту, никто не осмеливался дать ответы на царские вопросы. Затем Мария все-таки набралась храбрости, поднялась со своего места и ответила ему. ЛГБТ, ваше благородие, они требуют равные права для ЛГБТ. ЛГБТ переспросил Алексей, нахмурившись. А это, простите, кто? Ну, это начала была Мария, но затем остановилась. Увидев на себе сверлящий взгляд Алексея, она продолжила запинаясь. Как бы вам понятнее объяснить, это сексуальные меньшинства. Ну, мужчины, любящие мужчин в эротическом смысле, а женщины, женщин. А еще те, кто сменил пол. После экспериментов доктора Чистовича, эта практика стала довольно популярной в определенных кругах. Как-то так. После пояснений Марии, выражение лица Алексея приобрелось в смесь недоумения и отвращения. После продолжительного молчания, он, наконец, произнес. Все встало на свои места. Значит, томские интеллигенты уже решили все насущные проблемы. Ликвидировали голод и нищету, восстановили страну от разорухи, подняли уровень жизни до небывалых высот. Все насущные вопросы решили, и сейчас их беспокоят проблемы заднего привода. Так ведь? Причем настолько, что они подали жалобу на этот счет аж в царское правительство. Знаете что, господа и дамы? А давайте-ка поставим ты мечом нового губернатора, выходца из охранки. А также поднимем им налоги и увеличим подразверстку, чтобы больше не присылали нам такие глупые жалобы. Все собравшиеся советники закивали своему императору. Тот, улыбнувшись, добавил. Что же до этих ваших ЛГБТ? То соберите их в кучу и вышлите тому чокнутому доктору. Он будет им рад. Пацифика это не оценит. Действительно не оценит. Ну такой забавный действительно ивент. Ничего абсолютно, я так полагаю, не изменится. А доктор Чистович, это по-моему, как раз вот этот парень. Лжи Алексей IV, которому не очень-то долго жить осталось. Мы докачаем мирные фокусы, и он будет первым в нашем расстрельном списке. И накануне решений налоговых вопросов у нас открылась магистраль Петропавловск-Камчатский Онега. Император Алексей II стал первым человеком, опробовавшим новую автомагистраль, построенную в рамках Всероссийского инфраструктурного проекта. Императорскому КРТ же потребовалось две недели, чтобы целиком проехать этот продукт труда сотен дорожников и тысяч заключенных. Закончив поездку, император не отказывался поделиться своими впечатлениями с журналистами из Цереграда. По его словам, магистраль Петропавловск-Камчатский Онега является венцом русской дорожной мысли и существенно упростит жизнь автолюбителей по всей империи. Императора настолько впечатлило качество новой автомагистрали, что он пообещал поразмыслить над выделением средств для ее дальнейшего расширения и разветвления. Теперь у России одной беды меньше. Никакие проекты от дураков Россию не спасут, ну а дороги у нас значительно улучшатся. Вот она, вот эта вот дорога, она вся синяя. Все в максимум улучшилось по этой дороге. Но вероятно строить ее начинали на Дальнем Востоке, именно поэтому она начинается именно с Петропавловска, а заканчивается в Онеге. Налоговый вопрос. Как быть с налоговой шкалой? Усилия царского правительства по подъему уровня жизни русского народа увенчались успехом, и сейчас мы можем реформировать налоговую систему. Размеры налогов обсуждению не подвергаются, они вполне оптимальны для текущих реалий, и другое дело налоговая шкала. Плоская, нравится только дворянам, чьи доходы не сопоставимы с доходами простого русского работяги. Чтобы исправить эту несправедливость, советник-экономист Геринг предлагает внедрить прогрессивную шкалу. Чем выше статус члена русского общества, тем больше налогов он будет обязан вносить в казну. Конечно же, дворянам это не понравится, зато бремя простого народа облегчится, что однозначно поднимет популярность императора. Итак, налоговая реформа, если не нужна, то ничего не изменится. Если примем предложение Геринга, то подоходный налог плюс 20% стабильностью пойдет на пятнашку, да и ладно, пусть платят. Не обеднеют. Статус православия. Уже более полувека православие не имеет большого влияния на русских землях, с приходом таборитского духовенства воспривало духом в надежде на возвращение особого статуса многовековой государственной религии. Однако у регента на этот счет было совсем другое мнение. Вылившееся в религиозные гонения похлеще, чем при большевиках. Ну да, мы помним это. Прекрасно. По понятным причинам религии совсем не интересовался Голиневский. Он использовал ее только в своих речах, а на деле не восстановил сенот и не возвел ни одного нового храма. Сейчас перед религиозным вопросом стоит император Алексей II. Вернет ли он православию его исторический статус, или же предпочтет повести государство по новому, светскому пути? Или стаба упадет чуть-чуть, или православие наше все. Ну давай во имя православия примем госрелигию. Плюс за ПП можно запретить и на вере. Why not? И что у нас тут появилось? Появилось православное государство. Поддержка войны, прирост ПП. Ну вот и славно. Боевое братство. Алексей очень давно не ходил в церковь. Именно поэтому он немного нервничал перед тем, как войти в здание Паковского собора Самары. Император шел туда не для причастия или исповеди. Его пригласил сам Владыка Симеон, ставший первым главой возрожденной Русской Православной Церкви. Владыка ждал своего государя у алтаря. Завидев его, он вас кликнул. Ваше Величество, приветствую вас! Я рад, что вы нашли время посетить мою скромную обитель. Здравствуйте, Владыка! Поприветствовал Алексей Симеона в ответ. Вы уже привыкли к своей новой должности? Если у вас возникли какие-то трудности, то незамедлительно обратитесь ко мне. Я окажу вам любую посильную помощь. Нет-нет, что вы! Возразил Симеон с присущей ему скромностью. Дела духовные ведутся, как и подобает им, не спеша, без лишней суматохи. С ними никаких проблем нет. Тем не менее, государю, у меня есть к вам одна просьба. Конечно, быстро ответил Алексей. Насколько я понимаю, это и была цель вашего приглашения. Я весь во внимании. Прошу, Ваше Величество, принять на военную службу наших послушников. Боевое братство. Как вы наверняка знаете, духовенство тесно взаимодействовало с армией еще во времена Великой войны. Тогда оно обеспечивало солдатам доступ к тому, что им было так важно перед боем. К молитвам и исповедям. Но военизированное духовенство не стояло на месте. С того момента оно претерапило значительные изменения. Сейчас послушники не только принимают молитвы и исповедят солдат, но и сами рвутся в бой во славу Господа нашего Иисуса Христа. Они не какое-то пушечное мясо, как их нарек бытый клятый регент, а профессионалы своего дела, отточивавшие боевые навыки на протяжении долгого времени. Прошу вас, примите их в свои ряды. Просьба Симеона ввела Алексея в короткое замешательство. Да, он нуждается в людской силе. Но имеет ли он право распорягаться жизнями слуг Господа, пусть и с согласия владыки? Обдумав просьбу главы русской православной церкви, император озвучил свое решение. Итак, согласен или же, извините, неу? Ну, если мы скажем, что нет, просто ничего не произойдет, поэтому давай согласимся. О! HHP Симеон это His Holiness Poup, наверное, или что-то такое. Пять дивизий, святая, братья. Ну, достаточно неплохие. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кажется, это Власов. Реально. У него трейты точно такие же, левел у него, по-моему, такой же был. Власов каким-то чудом спасся от бойни и стал святым человеком. Вот это эпично, я понимаю. Итак, время освобождать главная реформа. С момента освобождения русских от крепостной зависимости минуло более сотни лет, однако полные свободы народ не обрел до сих пор. Более того, события смуты заставили вернуть на русские земли некое подобие существовавшего крепостничества. Армию ждала бы голодная смерть, если бы не эта жесткая мера. Сейчас ситуация изменилась. Смута осталась далеко посади, продовольствие имеется в достатке, а уровень жизни начинает медленно подниматься. Для Алексея пришла пора продолжить дело своего прадеда и законодательно отменить принудительную эксплуатацию русского человека, даровав ему долгожданную свободу. Отныне русский, значит, свободный. Рабство запрещено. Ну, кроме, конечно же, я думаю, оговоренных случаев, то есть тюремный труд какой-нибудь все еще есть. Ну да, да-да-да. Вкачиваем фокус на «В бою важен каждый», у нас сейчас просто жищайшее число людских рессов будет, но и дебафы тоже огромнейшие, потому что под ружье пойдут вообще все. И ивент «Женские батальоны смерти». Докладываю, Ваше Величество. Предложение Марии Гавриловны по расширению женских боевых батальонов позволило нам довольно существенно восполнить былую численность нашей армии. Причем среди призванных далеко не все являются кухарками или доярками. К примеру, среди них имеются ветераны из отряда «Таратуты». Так что проблем с офицерским составом у женщин тоже нет. Однако на уровне генерального штаба у нас есть кое-какие трудности. Никто из мужчин не хочет руководить женщинами. Они считают это позором, посему не собираются этого делать ни при каких обстоятельствах. Как быть с этим? Задав вопрос, военный советник Каппель сел на свое место, ожидая ответа от императора. Алексей не стал долго над ним раздумывать. Встав, он произнес. Что у нас за командиры-то пошли? Неуважающие подвиги былых времен и мыслящие стереотипами. Женские батальоны действовали ничуть не хуже мужских еще в Великую войну. И я не сомневаюсь, что так будет и сейчас. Но раз они так упираются, то придется поставить в командование женщину. Ту, к которой и мужчины будут относиться с должным уважением. Опыта у нее нет от слова совсем, но она быстро всему научится. Кого же ваше благородие собирается назначить главнокомандующей женскими батальонами? Раздался один вопрос из уст сразу трех советников. На него незамедлительно последовал ответ Алексея. Великую княжну Ольгу Марию, кого же еще? И появится у нас Великая княжна в командовании. Действительно эпика. Продолжаются эпичные назначения. Сначала поп у нас был, сейчас еще женщина в командовании. Ну и еще войска появятся какие-то дополнительные. Девчулька молодая, лет 15 такая. Ясно. Абсолютно никакая в плане командования, как в принципе в ивенте Алексей и заявил. Но зато политикали коннектед. Можно по дешевке сделать ее фельдом. И куда же без футбольных ивентов? Нидерланды выиграли Кубок Мира. Футбольный чемпионат мира 1978, стоявшийся в Аргентине, явил общественности нового триумфатора. Им оказалась сборная Нидерландов, в дополнительное время обыгравшая хозяев турнира со счетом 2-1. На 38-й минуте счет открыл аргентинец Кемпес, а на 82-й его сравнял голландец Наннинга. На последних секундах овертайма Йохан Нескинс принес Нидерландам заветный трофей, уверенно реализовав выход 1-1. Таким образом, Нидерланды показали, что даже после ухода своей главной звезды Йохана Кройфа, они остаются сборной, с которой стоит считаться. Недавно вернувшаяся в FIFA сборная Российской империи выступила выше ожидаемого. Преодолев два групповых этапа и добравшись в итоге до полуфинала, где уступила аргентинцам со счетом 0-5. Какая боль. В матче за третье место русские с минимальным счетом проиграли итальянцам, золотой поколений наконец-то добилась желаемого. Ставочку нашу сформировали, выбираем нового верховного главнокомандующего. Верховный главнокомандующий наиболее важная и ответственная должность во всей командной цепи. Этот человек должен следить за разработкой и планированием всех крупномасштабных военных операций. Разумеется, во время боевых действий ему придется регулярно наведываться в Ставку, чтобы получить последние сведения о боях и своевременно реагировать на возникающие угрозы. Крайне желательно, чтобы верховным главнокомандующим был военный с большим опытом. Однако нередкие случаи, когда победу в войне могли выковать самородки, совсем его не имевшие. В Российской империи на должность претендуют трое. В первую очередь, это генералиссимус Бойко, после смерти князя Валова, ставший последним офицером, прошедшим закалку Великой войны. Его колоссальный опыт может сыграть решающую роль в возвращении давно утраченных земель. Второй кандидат – амбициозный и молодой генерал Сергеев. Серьезное боевое крещение Сергеев получил совсем недавно, во времена смуты. Однако он продемонстрировал недюжие для командующего потенциал. И последним претендентом является сам император Алексей II, который хоть и не обладает абсолютно никаким военным опытом, но имеет гибкое стратегическое мышление, не раз спасавшее ему жизнь. Пойдет ли государь по стопам своего отца, или же он доверится кому-то из своих военачальников? Кто станет новым главнокомандующим русской императорской армии? Итак, варианты. Собственно, Алексей II, Гаврил Данилович Бойко и Игорь Дмитриевич Сергеев. Блин, ну дилемма довольно серьезная. Ладно, давай возьмем Алексея II. Хотя, конечно, Сергеев, наверное, был бы более таким логичным кандидатом. Потому что Гаврил Данилович Бойко все-таки старенький. Он, скорее всего, отъедет в ближайшее время по ивентам. Ну, Алексей II, ну, понятное дело, наступает на те же грабли, что и его отец. Ладно, давайте наступать на грабли. Получаем в командовании Алексея II. Давай сейчас его найдем. Посмотрим, что он из себя представляет. В общем-то, как Ольга Мария практически. Только фильт. А, я еще духи не посмотрел. Не посмотрел, боевое братство у нас было, да? И вот император и главнокомандующий. Стабилити чуть-чуть упало, зато... А, бонус на восстановление дивизии неплохой от него идет. Однако, кто знает, что может произойти в столице в его отсутствии? Гусиный шаг. Иногда и драконоборцу есть, чему следует поучиться у драконов. Так что нет ничего удивительного в том, что мы будем обучать нашу армию по германскому образцу. Сказал несколько недель назад Алексей председателю коллегии военных инструкторов, передавая ему большую папку. В ней были наставления, составленные покойным князем Оваловым на основе его наблюдений за немецкой армией еще в конце 1930-х годов. Алексей полагал, что они заложат фундамент для армии, которую будут уважать и бояться во всем мире. Как же приятно Алексей был удивлен, когда сегодняшним утром увидел резервный паук инвалидов, шедший ровными широкими шагами через главную площадь столицы. У каждого из инвалидов в первых десяти рядах частично или полностью отсутствовала левая рука, а у следующих десяти рядов не было полноценной правой, чтобы держать оружие им приходилось пользоваться единственной здоровой левой. Замыкали шествие безногие инвалиды на специально сконструированных колясках. Левой рукой каждый из них сжимал механизм, двигавший вперед их средство передвижения, а правой они держали оружие. Ряды колясочников ехали удивительно ровной линией. Вечером Алексей нанес визит в коллегию военных инструкторов, встретился с их председателем и спросил, в чем был секрет такой слаженности действий у инвалидов. Ответ председателя был коротким. Дисциплина, ваше благородие. Русская дисциплина. Оу, еее. Да. Получаем поддержку войны максимальную. 50%. Получаем дух. Тоже жесткие бонусы. Ну, понятное дело, чтобы покрывать штрафы от всех под ружье, надо жесткие бонусы. И профессионализм армии у нас будет на максимальном уровне. Это просто офигенно. Ну, кстати, мне 50% обещали. Почему 75% стало? Учредили магаданское адмиралтейство. Вслед за армией начало возрождаться с пепла второй важный союзник Российской империи. Ее флот. Это был гораздо более сложный процесс, потому что ни большевики, ни военные клики не уделяли должного внимания его развитию. На встрече императора с советниками было решено начать восстановление флота с учреждения нового адмиралтейства. Оно базируется в Магадане, одном из крупнейших гражданских портов империи. На церемонии открытия присутствовал лично император Алексей II, а также его военный советник генерал Каппель. Почетным патроном русского императорского флота стал двоюродный брат Алексея Георгий, в годы Второй мировой служивший во французском флоте. Он совсем недавно вернулся на родину из далекой Ниццы по приглашению императора. Да, мы читали про него в ивенте о престол наследии. Фактическим главнокомандующим был назначен адмирал Аксаков. На церемонии открытия Алексей вручил ему особую золотую саблю. Также император произнес речь, в которой отметил важность военного флота в будущей военной кампании. Мероприятие закончилось ночью грандиозным салютом. Второй союзник России воспринял ото сна. Не дают мне сотку поддержки войны почему-то. Тут уже второй жирный бонус такой на 25. Ну вот и все. Подкачали мы все фокусы, связанные с восстановлением нашей стороны от веселых потрясений, смуты и всякого такого, что было до этого. Открылась для нас реваншистская кампания, но прошла ту его хуча лет. Вот действительно. Уже 1980 год. Промотайте в начало серии и посмотрите какой год был тогда. Это было долго, это было утомительно и из-за того, что мне тут палки в колес на работе вставляют из-за косячка моего, так сказать, выпуск серии задержался еще дольше, чем должен был. Ну да и ладно. Следующая серия, где мы наконец-то накажем империю русских, разберемся с немецкой суверенной зоной и Кавказией, выйдет уже на этой неделе. Ну а если не выйдет, то зовите меня Майером, как когда-то сказал один классик немецкой военно-воздушной мысли. С вами как всегда был Дмитрий Троф, подписывайтесь на мой канал, где все делается с душой. Ставьте лайки, если вам серия понравилась, всего доброго. Увидимся в продолжении. Оно действительно обещает быть интригующим, интересным контента, еще довольно много тут. И помните, что все самое интересное, да, еще впереди. И уже довольно скоро, если меня снова не свалит Барнхит. Thank you guys! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА